Здравствуйте, Сергей Кудренко. Для своего сайта Кудренко.Инфо мы занимаемся PHP уровень 2. И это у нас будет уже 14 урок. В данных последних двух уроках мы поднимали тему файлов, работая с файловой системой у себя на сайте. И сейчас мы познакомимся еще с парой-тройкой функций по работе с файловой системой. Итак, перейдем к делу. У нас имеется файл data.txt, с которым мы работаем. Здесь имеются у нас какие-то записи. И функция в данном случае файл 2.php, который лежит в этой же папочке. И мы на прошлом занятии зачитали. То есть мы открыли файл, закрыли файл и зачитали содержимое данного файла data.txt. Теперь давайте воспользуемся еще одной функцией, которая у нас зачитывает построчно. Итак, напишем, зачитываем файл построчно. Для этого имеется функция fgets, пишем fgets, сюда передаем опять же дескриптор или ресурс. И выводим все это. Посмотрим, что у нас получилось. Echo. Если мы посмотрим, если мы перейдем на наш сайт, файл, то мы получили первую строчку в файле data. То, чтобы получить вторую строчку, можно сделать вот так вот. Копируем, вставляем, вставляем, вставляем и так далее. Если мы сейчас еще раз посмотрим, то у нас должно зачитаться столько строчек, сколько мы вставили. Теперь такой момент. Ну, если этих строчек будет много, что делать? Можно просто пройтись циклом, записать следующим образом. Напишем вот так вот. Например, циклом while. И здесь, например, в цикле while пишем переменная read. Пока существует, пока функция fgets что-то дает, fgets, fgets, fgets. Мы будем читать, пока она дает true. Сюда передаем ресурс f. И вот, пока условие верное, пока здесь true, пока мы читаем. Выводим echo, echo, и вводим переменную r. И так, смотрим, что у нас получилось. Перегружаем. И так, мы таким образом вывели все, что у нас было в файле data. Где этот файл? Вот data.txt. Все, что было, мы вывели. Другая очень, ну, тоже необходимая функция для работы, с которой приходится сталкиваться. Это функция get, только s2s в конце. Что она дает? Эта функция дает, ну, представьте, вы имеете файл какой-то html. А из этого файла хотите получить голый текст. Ну, для того, чтобы потом как-то его обработать и так далее. С помощью этой функции вы можете вырезать все теги, которые вам вырезать все теги. Вот, и у меня есть какой-то файл data.html, который лежит в этой же папке. Здесь имеется теги P, теги A, ссылки, ссылки. И мне, например, не нужны эти теги. А мне нужен просто голый текст получить. Получить голый текст. Поэтому сделаем следующим образом. Воспользуемся данной функцией. Пишем fgets. И сюда, в эту функцию, мы передаем наш файл. Только, извините, 2s. и сюда передаем наш файл data.html. Так, и все это мы, давайте, теперь посмотрим. Это тоже построчное, мы построчно зачитываем. То есть, зачитывание каждой строки. Если мы сейчас посмотрим. Так, ошибка. Найк 8. Да, ошибка. Здесь необходимо передавать 2 параметра. То есть, второй параметр должен быть у нас количество знаков в строке. Ну, поставим заведомо большее значение. Например, 255. Так, и посмотрим теперь. Перегружаем, ошибка. Да, извините, накуролесил, не то поставил. Здесь, конечно же, опять же должен быть ресурс. F. Так. Что-то зациклился. Итак, мы вывели первую строчку. Нам необходимо вывести вторую строчку. Копируем. Вставляем. 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 Достаточно. Посмотрим. Итак, мы вывели опять. Но уже без всяких тегов. Например, нам необходимо вывести с какими-то тегами. Ну, какие-то теги сохранить. Ну, например, нам необходимо сохранить тег. Например, тег A. Ну, сохраняем. Какой тег необходимо сохранить, тот. И вставляем. Сюда поставим. Сюда поставим. Сохраняем. И сюда поставим. Сохраняем. Перегружаем. Перегружаем. Да. Опять же, тут у меня ошибка. Из-за того, что я в ресурсе... В ресурсе... Ну, html должен быть html. Итак, если мы сейчас ставим сюда html. И смотрим, что получилось. Перегружаем. Перегружаем. И вот видите, у нас ссылка 1, ссылка 2 было. В общем, там я сказал вам неправильно. То есть, я сказал правильно, но в ресурсе был другой файл. Не из того, которого мы вырезали теги. Поэтому давайте вернемся, посмотрим. Для того, чтобы я вам ничего не наврал. Видите, мы получили файл без всяких php тегов. Ну, пожалуй, на этом уроке все. Продолжим на следующем уроке. Опять же, зачитать этот файл полностью можно с помощью цикла while. То есть, если мы то же самое поставим while. Сюда там fgets. И пройдемся по всем строкам. Таким образом, мы зачитаем все строки данного файла. Итак, спасибо за внимание. Сергей Кудренко. До следующего урока.